Программа «На самом деле» В республике «Люди говорят» мы переехали в город Бердянск к нашей радушной хозяйке Валентине Богомоловой. Валентина, здравствуйте вам! Добрый день! Вас слышно? Да, отлично все слышно. Валентина, ну традиционный уже вопрос, как Бердянск живет, чем дышит, о чем люди говорят, чего боятся, на что надеются, в чем видят свое будущее. Вот так кратенький обзор по вашему городу дайте, пожалуйста. Ну наш город сейчас замер, хочу сказать, потому что активность политическая немножко угасла. Люди, во-первых, напуганы, это раз. Второе. Люди стали зомбированы, потому что смотрят только украинские каналы. Люди в каком-то, как в прострации, не знают, где правда, где неправда. Не у всех есть интернет. Допустим, мне звонят, обращаются. Я когда начинаю рассказывать, говорят, подожди, нам сказали то-то. Я говорю, нет, это немножечко перекрученное. Поэтому очень сложное сейчас положение у нас. Люди даже запуганы. Даже в том плане, если, допустим, выйти на какую-то акцию протеста против повышения коммунальных платежей, они говорят, нет, мы не пойдем, мы боимся. Вот такое вот. Так что город у нас сейчас просто замер. И Новый год так прошел, как-то так скромненько. Вот я сейчас приехала с центра города в автобусе. Раньше всегда в автобусе очень все активно обсуждалось. Сейчас же просто люди все боятся говорить. Я пытаюсь начинать говорить, и все как-то уходят от каких-то таких активных разговоров. Люди запуганы. Они боятся, чтобы не было того, что случилось в Донбассе. Вот так вот. Ну. Валентина, скажите, пожалуйста, вот у нас люди хотели говорить правду. Их хотели иметь свое мнение, свободы на то, чтобы говорить то, что они считают должным говорить. Просто вот говорить, не воевать, не брать в руки оружие. И против них вывели войска, против них привезли каких-то футбольных ультрас, наняли боевиков. Вот из какой-то там одиннадцатой сотни. Я сейчас уже про Одессу говорю. Сожгли. И весь мир сделал вид, что ничего не произошло. Что кто-то сам себя спалил в Доме профсоюза в Одессе. Что все хорошо. Там десятки людей погибли, глумились над их трупами. Леша Гончаренко, такой депутат народной Украины. И понимаете, и об этом никто не говорит. И в то же время похабники, карикатуристы в Париже, оскорблявшие не только святыни мусульман, но и христиан, и которые просто напрашивались. Ну придите кто-нибудь, набейте нам морду. Им морду набивали. Им там забрасывали их бутылками с зажигательной смесью. А такое ощущение, что вот помните, как на Майдане были такие ангнцы, которых на заклание по пятницам вели, убивали, чтобы потом в воскресенье на вечи пошуметь, собрать много тысяч людей из трибуны Майдана, заявить о том, что враг не пройдет. Вот у меня, честно говоря, когда я увидел то, что происходит в Париже, вот режиссер как будто один и тот же. Вот взяли этих овец на заклание, убили, и тут же собрали несколько миллионов парижан, и по всему миру в один день появились плакатики «Я, Шарли», и футболочки, и все остальное. И вот, честно говоря, я не могу понять цинизма цивилизованного мира. Как можно видеть вот это вот и не видеть огромного, страшного, той трагедии, того геноцида, который делает сегодня у нас на нашей земле с нами? Это при том, что украинцы-то на Майдан шли очень многие за самым светлым, самым добрым, правильно? Да, да, да. Я хочу что сказать, мне кажется, что Европа все-таки это настолько безразличное общество европейское, им так жилось хорошо, всегда спокойно, что для нас, для них жертвы Одессы, Донецка, Донбасса, погибшие дети, это там где-то далеко-далеко за забором. Вот у них, когда это случилось, и правители, вот те, кто эту кашу заварил, там взрыв устроили, они знали прекрасную реакцию Европы на это. И чтобы заглушить возмущение всего мира за то, что творится у нас в Донбассе, они знали, что поднимется такая волна протестов. Люди от безделья там просто вышли, у них другого нет, это у нас убили. И понимаете, и вот на этом они сработали, что ага, вот мы поднимем волну, а вас мы забудем. Здесь у нас, в общем-то, в Бердянске люди даже как-то не восприняли вот эту всю эту трагедию в Париже как трагедию. Больше всего, конечно, их волнует здесь у нас то, что творится в Донбассе, у многих же у нас там родня. Я вот две ночи не спала, потому что сестра в Горловке живет, внук в Донецке был, две ночи я была, сидела у Скайпа. Так я хочу что сказать, что просто Европа на этом сработала, на безразличие людей Европы, и они делают нас безразличными здесь в Украине, потому что говорят, а толку с того, что мы выступаем? Ты видишь, как Европа реагирует на нас? Так что все это без толку, вы понимаете? Вот видно, вот на этом они и сработали. Они знали, что наш народ, он очень терпеливый, украинцы. И русские тоже терпеливые, но, конечно, уже когда уже погонят, то уже погонят. И вот я сейчас вот говорю, вот так, да, вот хорошо, вот выйдите вы, допустим, что... Нет, мы не пойдем, мы не пойдем, вот пусть вот кто-то другой. Вот на этом Европа и сработала, зная менталитет нашей украинской, моя хата с краю. Вот они решили вот так вот сделать. И я говорю, что люди говорят, так Европа ж молчит на наши убийства. А чего ж тогда мы будем выступать на этих парижах? Вот на этом они и сработали. Валентина, скажите, пожалуйста, вот глядя на то, как Европа реагирует на нашу трагедию, глядя на то, как под огромные проценты Европа час по чайной ложке выдает украинцам кредиты, которые потом придется возвращать. Неужели вот до сих пор такое большое количество людей, которые все еще без штанов готовы бежать, как голый в баню, в Евросоюз? Вот у вас в городе ведь тоже много молодежи и людей даже старшего возраста, кто хотел в Евросоюз, в НАТО. Вот сейчас как ваш город к этому относится? У нас молодежь не столько на политические, что привыкли все, что за деньги выходить. Даже те же самые выходы, когда мы в апреле выходили на активные акции, когда мы за референдум, мы же не просили ничего, только референдум провести, больше ничего. Не отделение от Украины, не это самое с Россией, просто чтобы был. И у нас молодежь не выходила, выходили люди среднего пожилого возраста. А потом, когда завезли к нам баранов, нам завез ультрас после верного воскресения. И тогда, в общем-то, увидели мы этих пацанов, которые просто за деньги, за деньги. Кому пиво дали, кому там что-то еще, кому-то другое. И вот сейчас у нас только кучка бизнесменов, там несколько депутатов городского совета, которые подпитывают эту вот среду молодежную. А так, чтобы пацаны, вот ребята молодые пошли, они очень политически пассивны. Это я так считаю. Потому что на акции выходят только студенты. И то сказали им пойти, там парад вышиванок провели, парад флага украинского провели. Больше ничего. Вот так они просто от себя ничего не делают. Вот я считаю, что у нас молодежь пассивная. И они только ждут, когда им заплатят. Вот и все. Валентина, смотрите. Вот многие считают, что на Украине нету бандеровцев. На Украине нету нацистов, неонацистов. Ну, вот глядя на юго-восточные города, вот на ваш в том числе город, да, я понимаю, что в принципе-то местное население абсолютно не нацистское, не бандеровское. Откуда ему взяться, когда вот в вашем городе прадедушки этих пацанов не воевали в украинской повстанческой армии. Их предки сражались в Красной армии, да. И вот они не могут быть убежденными бандеровцами. Но, тем не менее, кто-то же убивает, кто-то же запреследует людей за убеждения. Ведь не может же такого быть, чтобы на Украине творился беспредел. А украинцы свято верили. Вот мне тут пишут в личных сообщениях. Веселовский, ты очерняешь всех украинцев. У нас нету бандеровцев, у нас нету фашистов в стране. Я говорю, а кто же тогда все это организовал? Кто же тогда стреляет по детским домам, по родильным домам, по школам на Донбассе? Неужели это не нацисты делают? Неужели это адекватные нормальные патриоты Украины, которые верят в то, что они за единую страну? Ведь власть украинская договорилась до чего? Что мы за единую территорию, за целостную территорию Украины. А сколько людей на ней будет, неважно. Вот неправильные украинцы на Донбассе, мы их просто всех убьем, голодом за морем. Неправильные будут в Запорожской области, мы их тоже всех голодом за морем. Ведь Одесса, Запорожье, Николаев, Херсон не поднялись только потому, что испугались, увидев то, что Украина творит против их соседей на Донбассе. Я прав? Нет, они не потому не поднялись, что испугались. Сразу мы не испугались. У нас не было организационного одного штаба. Вот на этом сделали очень... Нас предали наши депутаты. Если бы тогда они как-то возглавили это движение за референдум, ничего другого не было. Сейчас было бы совершенно... Войны бы не было бы, мы как-то мирно договорились. Но у нас не было одного кулака, одного сжатого. В каждом городе был свой атаман. Началась просто махновщина. Вот и все. И вот поэтому здесь мы все потеряли. Сейчас уже очень трудно сделать. И сейчас люди боятся, что, не дай бог, у нас будет так, как у нас. А бандеровцы, я только могу вам сказать, Сережа. У нас всегда было такое, что у нас город курортный, и у нас зимой отдыхали люди из Западной Украины. Мы их всегда назвали бандеровцами. Просто ну так вот, у нас так привыкли. Вот если, допустим, приезжает кто-нибудь, он по говору, да? Кто он? Там бандеровец, потому что по говору. Это просто. Но сейчас это уже стало политическое название бандеровец, понимаете? И уже это носит. У нас даже вот стоят вот эти части, приезжают, да? Вот я вижу по телевизору. Я их в городе не вижу, когда вот они, вот эти вот ребята. Раньше ходили свободно. Но когда проезжает машина, вот это отряд АЗОВ с фашистской, вы знаете, я не видела, чтобы в глазах кого-то людей был какой-то добрый взгляд. Вот так вот все сжимают кулаки, и кто-то говорит фашисты. Я сама просто говорю фашисты. Они ведут себя нагло здесь, но они еще не очень, как, допустим, в Мариуполе. Поэтому я хочу сказать, что бандеровцы для нас, это просто жители Западной Украины. Но сейчас они уже политическое приобрели. У нас они пока еще, так говорится, не творят каких-то беспределов. Но все впереди. Я думаю, что все впереди. И вот тогда, что такое фашизм, когда уже нас это коснется. Я всегда говорю, что, мол, где фашисты? Я говорю, да вы пока еще не знаете. Но власть, что она творит сейчас, это фашистская власть. Валентина, и заканчивая эфир, вот скажите, как на духу, вот по вашему городу, да, если бы сегодня без автоматов правого сектора, вот этих батальонов АЗОВ, в каждой области Юго-Востока Украины, назовем так, провели референдум о вхождении в Евразийский союз, либо в Европейский союз, вступлении в НАТО или в безъядерном, без таком статусе Украины. Вот как бы люди проголосовали в большинстве своем, учитывая вот этот жизненный опыт вот этого года после Евромайдана? Я много лет работаю всегда на этих выборах, в комиссиях, в избирательных агитаторах всегда была. Поэтому я, в общем-то, знаю примерно, кто как у нас голосует примерно. Но сейчас, если, допустим, это было бы в том году, да, вот весной когда бы, или осенью еще, у нас проголосовали бы в основном где-то процентов бы 70 из, это не от всех жителей, но от явившихся, за то, чтобы быть Советским Союзом. У нас все завязано с Россией. Сейчас из-за того, что у нас вот этот вот, мы оторваны от альтернативной информации, допустим, о России, да, у нас сейчас изменилось. Сейчас уже, допустим, 50 на 50, и то люди могут просто не пойти на выборы. Вот так вот. Он не знает, что делать, он вот так, я не пойду. Я не знаю, не то и то, мне лишь бы, кажется, был кусок хлеба. Я не знаю, какие нужны события для наших людей, чтобы они поднялись, и чтобы они приняли какое-то решение. Вот так вот. Но не в сторону Европы. Это однозначно. Это однозначно. Мы больше, мы больше, у нас Советский Союз и Россия, потому что у нас был город промышленный, заводы все были связаны. А сейчас вообще мы город, мы мертвый город. У нас только летом два месяца это курортники. Заводы стоят. Вот и все. Наши заводы. Спасибо, спасибо вам за ваши слова, Валентина. Ну, будем надеяться, что не потрясут ваш замечательный город, Бердянск курортный, такие события, чтобы люди как один поднялись, все. Дай бог, чтобы они спокойно и дальше жили без потрясений. Но главное это то, чтобы до людей быстрее дошло, что все-таки родня и братья, и все самое родное это вот на востоке. На Западе нас никто не ждет. Нам никто ничего не дает. И добром это не кончится, если вот пойдет Украина туда. Валентина, спасибо вам огромное за участие в программе. Буду рад вас видеть и дальше. Всего доброго. До свидания. До свидания. Дорогие друзья, и так в рубрике «Люди говорят» с нами была замечательная женщина Валентина Богомолова из южноукраинского города Бердянск. Мы поговорили о том, что происходит в их городе, о отношении конкретного человека к событиям. Я понимаю, что сколько людей, столько и мнений. Прошу не судить строго ни меня, ни нашу хозяйку сегодняшнего эфира за эти слова. Дело в том, что каждый имеет право на убеждение. Каждый имеет право говорить то, что думает. А вот тот, кто наступает ему на горло, тот, кто за это убивает, сжигает, расстреливает, он не заслуживает права быть человеком. И желательно, конечно, в живых таких негодяев нельзя оставлять. Будь то фундаменталисты исламские или бандеровцы киевские, галецкие, какие угодно. Потому что для нас мерзавцы не имеют национальности и религиозного какого-то деления. Есть люди, а есть нелюди. Вот с нелюдями мы боремся, а за людей мы сражаемся. Всего вам доброго. Увидимся скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok